Краснознаменный ордена Октябрьской революции Президентский полк – уникальная воинская часть, входящая в состав Федеральной службы охраны Российской Федерации, решающая специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля, официальной резиденции президента Российской Федерации, других важных государственных объектов, участие в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, выделению почетных караулов и несению службы у Вечного огня на могиле неизвестного солдата возле Кремлевской стены. Для прохождения службы в этот престижный полк отбираются лучшие призывники. И Воронеж еще с советских времен один из самых надежных регионов, откуда на постоянной основе отбираются ребята. В этом году ряды президентского полка пополнят 16 новобранцев из столицы Черноземья. Перед отправкой в Москву, по уже сложившейся традиции, они посетили братское захоронение номер 6. У Центра военно-патриотического воспитания Музей Диорама в Парке Патриотов. И возложили цветы к Вечному огню. Музей Диорама На торжественной церемонии присутствовал Александр Апарин, который ровно год назад, так же, как и нынешние призывники, стоял на этой площади. А сегодня, отслужив в президентском полку, пришел, чтобы напутствовать отбывающих в Москву ребят. Как прошла служба? Какие впечатления от этого года? Служба прошла, хочу сказать, очень быстро. Несмотря на все трудности, то, что случались во время службы, служба прошла очень быстро. Буквально я вчера как будто сам здесь стоял, только будучи призывником. А сейчас уже здесь стою, в пятницу только уволился запас. Соответственно, я уже стою здесь, уже в качестве зрителя. Сподвиглость-то прийти, чисто поддержать своих земляков, поддержать своих товарищей, дать какие-то напутственные слова, чтобы они тоже не волновались. Потому что я понимаю, как эта поддержка важна в данной ситуации. Как давалась служба? Может быть, что-то вот хочешь вспомнить из этих моментов? Служба, она легкой быть не может, но она не хочет, чтобы сказать, что была и тяжелая. Как написано в уставе, мы должны стойко преодолевать тяготы и лишения военной службы. Мы стойко преодолевали. В принципе, чтобы чего-то было невыносимого, что не в силах мы пережить, такого не было. Все было достаточно хорошо. Были хорошие старшие товарищи офицеры, прапорщик, сержанты, которые помогали нам преодолеть все на этом пути. После церемонии у Вечного огня будущие кремлевцы осмотрели залы одного из самых известных мемориальных комплексов города воинской славы Воронеж – музей Диорама. В том числе обновленную экспозицию, посвященную героям-воронежцам, которые с честью исполняли интернациональный воинский долг в горячих точках планеты. Вы вот отправляете сегодня сына в президентский полк. Знали ли об этом как-то заранее? Как вам об этом сообщили? Ну, то, что я отправляю, конечно, я горжусь своим сыном, то, что он попал именно в этот полк, элитный полк. Мы думали, что он попадет, но именно в президентский полк не знали, конечно. Хотелось бы, чтобы он попал в хороший полк. Так оно и получилось, попал служить в президентский полк. С какими чувствами провожаете? Не боитесь ли отправлять сына в армию? Ну, я служил в четырех округах, я бывший военный. Отслужил 20 лет. За сына я не боюсь. Трудности он не боится. Мы понимаем, что будет служить тяжело. Полк хороший, элитный. Ну, соплей, я думаю, у него не будет, и мы за него не боимся. Как отбираются ребята? По каким критериям идет отбор в президентский полк? Как туда попадают? Перед тем, как ребята проходят отбор в президентский полк, они должны пройти специальную проверку. После того, как ребята проходят специальную проверку, им предстоит большая комиссия медицинская. Должно быть здоровье строго А1. Не должно на теле быть никаких ни шрамов, ни татуировок. И строго все должны быть здоровы. Что ждет ребят, которые уже попали в президентский полк? Президентский полк – это уникальное подразделение, которое обеспечивает охрану первых лиц государства, а также сохранность кремлевских ценностей. Службу ребята будут проходить так, как и в Кремле, и у нас есть другие объекты, которые находятся в Подмосковье. Это Алабина и Купавна. Некоторые попадут у нас в подразделения в роты специальную караула, это мобильные подразделения, роты охраны. Но служба предстоит очень интересная, но и одновременно сложная. А скажите, отбираются они как-то именно военкоматом, или желающие ребята могут как-то попасть туда, для тех, кто желает попасть в президентский полк? Какая процедура? Конечно же, процедура сперва отсеивает военкомат, проходит проверку через военкомат, но и смотрит, конечно, на желание самого призывника. Если он хочет, то с ним начинают дальнейшую работу. Если у него спрашивают, человек не хочет служить в президентском полку, то и, соответственно, уже мы не продолжаем с ним работу. После того, как военкомат нам предоставляет лиц, которые более-менее подходят по критериям, уже мы дальше сами с ними работаем, проверяем их, общаемся с ними и проводим свои внутренние проверки.